Всем привет, друзья! Всем привет! Нас зовут Андрей и Аня, это канал Лайкни Мир, и сегодня ваша любимая рубрика «Турецкие базары». Мы в жаркой летней Алании. Очень давно хотели вам показать именно этот город. Вы часто спрашиваете, ребята, ну когда же вы поедете в Аланию? И вот мы здесь. Сегодня будем гулять по базару Алании. Он совершенно другой, не такой, как у нас. И мы хотим, конечно же, показать вам, что же здесь продается, какие здесь цены. Давайте начинать! Погнали! Начинаем обзор с овощей и фруктов. Все, как мы обычно делаем по нашим традициям. Вообще, этот базар огромный, мы по нему уже прогулялись. Невероятно длинный по протяженности, людей много. И, конечно, это сильно отличается от того, что мы привыкли видеть в Анталии. Давайте начнем с первых прилавков. И тут у нас продают персики. Надо! Персики по 20 лир за килограмм. Рядом продают папайю по 50 лир за килограмм, насколько я понимаю. И еще есть нектарины по 25 лир. Абрикосы по 20 лир. Слива по 25 лир. Ну и, конечно же, на базаре все можно пробовать. Если захотите купить фрукты, все дают пробовать. Черешня по 15 лир. Цены, кстати, ниже, чем у нас в Анталии. Красная по 15, желтая в такую же цену. С правой стороны помидоры и огурцы. Огурцы по 5 лир. Черри по 8 лир. И обычные томаты по 5. Аня там уже, кстати, пробует, я смотрю, черешню. Сейчас узнаем, вкусная или нет. Смотрите, сколько мне насыпали черешни. Это все на пробу. Она очень такая темная. Чувствуется, что должна быть сладкой. Давайте пробовать. Офигенно. Мне кажется, надо взять 15 лир за килограмм. Нам некоторые пишут, ребята, вы вот пробуете, почему не покупаете? Потому что не всегда вкусно. Надо сначала отведать. Обалденная черешня. Надо запомнить, где мы находимся. Потом вернемся и возьмем килограммчик. Классная. Продвигаемся дальше по торговым рядам. И тут у нас арбузы. Огромные. Нифига себе арбузы. Вы посмотрите, размер. Очуметь можно. Пол арбуза, наверное, килограммов 10. А по цене 5 лир за кило. Напротив продается картошка и лук. Лук по 5. Картошка по 9. Цены, в принципе, как у нас в Анталии. Тут лук по 8. И молодой картофель по 10 лир за килограмм. Хорошая картошка. Такую можно готовить. Даже не снимать с нее кожуру. Базар уходит куда-то далеко в горизонт. Я даже не представляю, какой длины получится этот выпуск. Мы постараемся не снимать одно и то же. Что-нибудь новое будем все время искать. Дыни по 5 лир за килограмм. Кстати, кто смотрел наш выпуск из деревни Дайран, нам дыню там впарили 20 лир за килограмм. А, это цена за штуку. И вот уже инжир продают, интересно, зеленого цвета. Мы такой никогда не видели, не пробовали. Напишите, кто пробовал, вкусно или нет. 70 лир за килограмм стоит. Цена, конечно, высоковато. Если учитывать, что инжир уже растет везде. Аня нашла какие-то игрушки. Ручная работа. Сколько стоит? Вот такая стоит. 200 лир. Зайка. 200 лир, да? Да, все ручная работа. Вот это тоже классный барашек, посмотрите. На, колер. Тоже 300. Вот как вот этот. Классный. Мне так нравится. Сразу чувствуется, что женщина делала с большой любовью. Потому что они так прям продуманы и детально очень красиво сделаны. Заметил такую особенность на этом базаре. Сильно люди не кричат. Продавцы. Если у нас в Анталии в Хурму, Кипес, куда угодно приезжаешь, Лиман, там постоянно крики, зазывают, кричат, сюда давай иди. И все происходит, общение на турецком языке. Здесь уже продавцы все знают русский. Это, скорее всего, базар больше под туристов заточен. И удобно. Если не знаете турецкий, приехали в Аланию, например, отдохнуть, можно изъясняться без каких-то трудностей. Отходя к любому прилавку, тебе говорят, здравствуйте. Но есть такое чувство, что цены для тебя уже будут туристическими. Особенно там, где они не написаны. Есть такое, знаете, чувство внутри, что тебя здесь могут надурить, цены поставить выше. Но ради справедливости хочу сказать, что цены здесь довольно-таки приятные. Плюс-минус, как у нас, на некоторые фрукты, овощи даже ниже. И дальше я вижу прилавок с сырами. Очень такие прилавки любим. Прикинем, что по ценам. Яйца от 1 лиры 75 куруш за штуку. У нас на базарах от 1 лиры 50 куруш. Сыры от 35, я вижу. Поближе с вами подойдем. Так, обходим людей. И вот сыры от 35, дальше 60 и 75. Сыр косичка, насколько я понимаю. Но тут цен нет. Вот сверху такой похожий на тофу по 100 лир за кило. И рядом еще по 75. Кто знает, как они называются, пишите в комментариях. Я в сырах в названиях не сильно разбираюсь. Знаю, которые вкусные. Их обычно и покупаем. Дальше прилавок с оливками. Оливки от 45 лир. От 35. Увидел, вот там черный по 35 лир. Самые вкусные, на мое усмотрение, это с красным перцем внутри. Вот по 65 лир. И приготовленные на греле. Но здесь таких нет. Специи тоже, посмотрите. Пакет стоит 5 лир. Я в специях тоже не разбираюсь. Аня, наверное, подскажет, как называется, знаешь. Здесь, по всей видимости, разные виды перца. И вот такая желтенькая куркума. А еще я заметила, что в карточке стоит оливковое масло. Именно такое я увидела на кухне у Маши. Нашей подписчице, которая нас позвала как раз в Аланию к себе пожить. Она, видимо, здесь покупает это масло. И мне очень понравилось такое вкусное добавлять в салаты самое оно. Здесь оливковое масло производят, так как оливки растут везде. Дальше нас приглашают посмотреть прилавок со сладостями. Ну, рассказывайте. Вы по-русски разговариваете, да? Чуть-чуть. Чуть-чуть. Давайте по ценам рассказывайте. Сколько стоят такие вот вкусные? Как это называется для начала? Рахат луком. Рахат луком. Сколько стоит? Лира 150 лир. 150 лир? Любая, да, абсолютно? Да, да. А что такое справа у вас продается вот это? Это чай? Да, чай. Он растворимый, да, насколько я знаю? Растворимый чай. Растворяется. И стоит он по 20 лир. Вкусный чай? Часто берут. А сколько, интересно, вот такой стоит набор? Крутой набор очень, так нравится. 250 лир. 250 лир. И уже кофе в наборе идет, и турка. Да, кофе, турка. Русский турка. А как на турецком называется? Джезве. Джезве. Ага. Джезве. Финджам. Финджам. Бардак. Бардак. Бардак, нет? Не бардак? Не чашка. Чашка. И белый что? Белый бардак. Бардак? Ну, на турецком не бардак разве, нет? Финджам. Ага. А, все понятно. Бардак? Стакан. А, бардак, бардак вот такой, я понял, стакан. Да, стакан, бардак. Ага, все. А это финджам. В общем-то, мы постояли, только что пообщались с продавцом, и он нам готов отдать вот такой набор крутой с туркой, с двумя чашками за 200 лир. И мы решили взять и на одном из стримов разыграем. Кто-то из вас победит. Я думаю, что в следующие выходные будем разыгрывать. Даже оберег, ребята, есть. Вообще классный набор, посмотрите. Мне еще нравится, что в дереве. Красиво. Берем. Движемся дальше по рынку. И тут прилавок с зеленью. Такой ароматный и душистый. 4 лиры. Это укроп у нас. Дальше смотрим. Петрушка по 4 лиры тоже. А почем, интересно, шпинат? Это испанок? Или... А, это рукола. Некодар рукола. Дерт лира тоже, да. Лук почем. Некодар. 40 лир за килограмм. Морковка по 8 лир. А вот это уже у нас шпинат. Почем шпинат? Сколько стоит? 15 лир килограмм. И свекла. А свекла? Некодар. 15 лир. Хорошие цены. Еще капусту узнаем. Некодар. Айсбер. Ага. Сколько стоит? 20 лир. 20 лир от Ане. Все, понял. Тащекюри дарим. Як шамлар. Перец тут уже по 10 лир. На предыдущих прилавках был по 15, тут по 10. Розовые помидоры по 5 лир. Вот, видите. Все-таки кто-то здесь зазывает. Яблоки. Вот я вижу по 20 лир. Ну, что-то дороговато. У нас по 8 лир продаются они. Клубника от 20 до 40. Видимо, зависит от того, насколько она сладкая и насколько спелая. Следующий прилавок. Тоже все овощи. Кабачки по 6 лир. Огурцы тоже по 6. Что еще тут у них? Черри по 8. Черри везде почему-то в одну цену. У нас на базаре отличаются на разных прилавках, а тут все в одну. Чеснок тоже, баклажаны по 10 лир. Давайте искать что-то, чего еще не было. Папайя тоже продается. По 30. До этого мы за полтинник с вами видели. Тут по 30-ке. Есть такая. То ли она уже совсем перезрела, то ли это сорт оранжевый. Тоже напишите, кто в папайе разбирается. Интересно, какая она тут на вкус. Манго. Ёшки-матрешки. Вы посмотрите. Очуметь. Первый раз вижу в Турции манго. 100 лир за штуку. Блин, мы во Вьетнаме эти манго с деревьев собирали бесплатно. А тут 100 лир за штуку. Но круто, что можно здесь его купить. Потому что многие манго любят. Мы тоже привыкли. Во Вьетнаме их есть. Но пока жаба душит за такие деньги покупать. Вообще от этого базара двоякое впечатление. А двоякое оно от того, что зонты очень низко установлены. С одной стороны не жарко. Ты ходишь, тебя солнце не перегревает. Именно не жарко в плане нагрева от солнца. Но с другой стороны создается такой парниковый эффект от этих зонтов. И душновато. Еще когда людей много, вот в некоторых местах довольно-таки просторно. Ходишь, дышишь. А иногда большое скопление людей. И становится так как-то не по себе. Еще один прилавок увидел того, что у нас не было в кадре с кукурузой. По 5 лир за штуку. Я так понимаю, да, за штуку 5 лир. Можно здесь ее попросить сварить. Можно купить сырую дома приготовить, а можно сварить. Вот такая у них кастрюля. И вареная, интересно, по 10 лир за штуку стоит. А сырая по 5. О, посмотрите-ка, маракуйя. Ничего себе. Марабан, не катор? Юзелли. 25 лир. А 25, интересно, кило или это за что? О, драгонфрукты. Очуметь. В Вьетнаме, ребята. Шок-контент. Причем они реально такие же, как во Вьетнаме. Первый раз мы их увидели на рынке у нас в Анталии. И там они были какие-то очень маленькие. А здесь вот такие огромные. Эки-юз за одну штуку. 200 лир. Они очень быстро портятся. Их сюда довезти сложно. И оттого такая цена высокая, мне кажется. А вот, наверное, местные, по всей видимости. Местные выглядят вот так, малюсенькие. А вот эти, скорее всего, привозные, либо из Таиланда. Ну, в общем, откуда-то из Азии. Вот такие огромные. Дальше базар разделяется на две части. Если идти прямо, то там продают одежду, туалетные воды, очки. Чего там только нет. А если пойти налево, вот туда еще, за поворот, то также посмотрим овощи и фрукты. Я думаю, пока еще овощи и фрукты посмотрим, а потом уже перейдем в одежду. Единственное, что можно посмотреть, вот продают трусы. Кто из вас любит трусы, пишите в комментариях. Женские, знаете, 6 штук. Я так понимаю, стук, это, наверное, штук. 10 евро. Почему-то цены все в евро. Наверное, только иностранцы здесь закупаются. И мужские тоже по 10 евро. Нашли еще один прилавок. Продаются различные чаи и специи. Меня вот заинтересовали такие. Давайте посмотрим. Разные виды. Интересно, это можно отправить в подарок или нет? Кстати, все на русском написано. Кария, сумах, тимьян. Здорово. Некадар? Сексан лиро. Сексан лиро. Что юз лиро? Юз лиро. Вот это 100 лир стоит. Это машина. Да, и еще мельница есть. То есть можно все перемалывать. И перец, и вот это что-то такое у нас. А это что такое? Это черный сусан. Масло, семян черного тмина. И для чего это нужно? Масло. Пить? Пить. И что дает? Для горла. Для метаболизма. А для потенции? Доктор, доктор. Для потенции. Для потенции? Да, ну это чтобы мужская сила была. Я не понимаю, что я в английском говорю. Так, я сейчас покажу, наверное. Чтобы... А, это бух. А, вот это для потенции. А, ну даже, да, я сердечки вижу. Сколько такое стоит, Некадар? Супер. Некадар? Супер 80 лир. Кстати, интересно, во Вьетнаме, вот ты что не смотришь, во Вьетнаме про все говорят, что для потенции. А в Турции, видите, что-то еще для горла есть. Бум-бум. Это бум-бум, да? Чтобы бум-бум был хороший. Все понятно. Пробует дома, да. Спасибо. Как же сам лар? Поворачиваем с вами налево. И тут делают соки свежевыжатые из лимонов. Лимонад. Здравствуйте. Здравствуйте. Какие? Что? Очень дорого. Очень дорого. 5 лиро стакан. 5 лиро стакан. Это что, дорого? 10 лиро. Пальшу, пальшу и 5 лиро. Давайте маленький стакан. Бэш лиро. Такой цвет насыщенный. Ммм, обалденный. Не могу понять, с чем только что мужчина его перемешал, что он стал таким розовым. Это клубника, клубника. Клубника, клубника. Обалденно, ребята. Это лучший сок, который я когда-либо пробовала. Клубника делает его особенным. Тоже хочу попробовать. Обалденный. Лимон, клубника. Такой офигенный микс. Я бы купил бутылку большую даже. Может, на обратном пути возьмем. Ладно, надо рассчитаться, а то мы что-то пробуем. А деньги пока не дали. Меня больше всего интересует, насколько этот базар будет все-таки большим. Мы ходим по рядам. Уже совершенно не помним, где оставили машину. И вполне возможно, что до вечера будем здесь блуждать. Вижу, продаются грибы, шампиньоны по 15 лир. И рядом еще это, наверное, вешенки по 25 лир. И также авокадо. Некадар? 25 лир авокадо. Кстати, у нас на участке растет. Мы позже сделаем обзор нашего дома. Возможно, мы его уже сделали. Не знаю, какая будет последовательность у видео. Но там у нас авокадо. Прямо из окна можно рвать. Дальше огромный прилавок с ягодами. Тут черешня, вишня, алыча, абрикосы. Ну, это мы все видели. Бананы. По 18 лир за килограмм. Примерно одинаковые. На базаре цены плюс-минус. Сильно не отличаются. Если у нас по базару идешь, в одну сторону свернул, там в два раза может быть дешевле. В другую идешь в два раза дороже. То тут все как-то плюс-минус одинаково. И вот такие прилавки тоже часто встречаются. Мэраба. Такие прилавки у них остается совсем немного. Например, вот баклажанов. И они уже по три лиры их продают. Как правило, такое по вечерам происходит, когда все раскупают. Помидоры тоже и огурцы интересные. Совсем маленькие такие. По пять лир. И лучше всего, конечно, на базар приходить вечером. Дальше продают артишоки. Тоже на наших базарах часто встречаются. Уже почищенные. Но у нас еще продаются в целом виде. Огромный прилавок с зеленью. Грибы тоже уже по 30 лир подороже. Тут у нас пучками. Это, я так понимаю, что-то, наверное, типа мяты по 5 лир за штуку. За пучок получается. А это у нас... Это похоже на щавель. Говорили мне, что здесь тоже можно купить щавель. Как и у нас в России летом. Либо нарвать где-то. И сделать супчик щавелевый. Надо будет сделать обязательно. О, господи. Вот это да. Вот это молодец. Вот как надо людей зазывать. Крикнул, все испугались. Кто-то от испуга купил. И щавель стоит по 5 лир за пучок. Интересно, что они здесь на базарах особо не кричат. Как-то, наверное, это тут не принято. То ли сейчас жарко, они все от жары пока прибитые. Но как только камера появляется, сразу голос прорезается. Начинают кричать, зазывать. И, кстати, в этой части базара туристов практически нет. Они как-то все остаются, видимо, на той первой линии, переходящей в одежду. Здесь посвободнее. Идешь, уже такое ощущение, будто бы ты на реальном турецком базаре, не туристическом. И, кстати, арбузы здесь уже, смотрите-ка, по 3 лиры за кило. А там были по 5. Да, кстати, ребята, если вас так же, как и нас, немного, двое у нас человек, и вы не любите покупать огромные вот такие арбузищи, то есть в Турции сорт маленьких арбузов. Мы попробуем найти на этом рынке. Я недавно покупала у нас в Хурме и привезла сюда с собой в Аланию. Вчера попробовали его офигенный маленький арбузик. Вот что я увидел. Продает здесь сумки, как у нас наш Петр Семенович остался в Анталии. Здесь они по 200 лир. Вот такой красный, почти как у нас. Я даже сказал бы практически один в один. А мы покупали свой что-то за 160 или за 140. Но за последнее время цены очень сильно выросли, поэтому, может быть, цена и адекватная. Мэр-ава. Вот нам приглашают посмотреть. Соковыжималки, кстати, крутые. 580 лир такая большая, чуть поменьше, по 480 лир. Если любите свежевыжатые соки, вот так вот. Говорят, дискаунт будет. Дискаунт. Индерим. Дальше нам попадаются апельсины. Совсем маленькие. И как раз вот соковыжималка-то в тему. Если покупаете на базаре цитрусовые, делать из них соки. По 10 лир 3 килограмма. Алыча там я вижу за женщиной по 12 лир. Перцы уже по 8. Чем глубже уходим от начала базара, тем цены становятся поинтереснее. Лук, чеснок и вот манго тоже продают. И кокосы. Кокосы уже, конечно, такие коричневые. Не знаю, насколько они вкусные. Во Вьетнаме мы покупали всегда свежак. Мэр-ава. Нэкадар? 100 лир одна штука. 100 лир манго, одна штука. А кокос? Нэкадар? 50. 50. Спасибо. Тысяча кюри дырем. И вот киви еще продаются по 15 лир за кило. Манго, конечно, дороговато, но хочется, если честно. Интересно, откуда они их привозят? Получай, это мы уже все с вами видели. Из Газипаши? В Газипаше растут манго? Да ладно, я в жизни не поверю, что в Турции растут манго. А, в Теплицах. А кокосы откуда? Тоже из Газипаши? Африка? Соскучился по вьетнамским мангам. Я тоже, но я вижу, что они какие-то вот зеленые, по ощущению, они недозревшие. Такие манго хорошо добавлять в салат. Но вот если хочется как фруктик, сладенький, то это надо, конечно, в Азию ехать. Следующий прилавок сухофрукты. Многие из вас любят. Мы с Аней как-то не прониклись пока, но я думаю, в будущем, наверное, проникнемся, если будем почаще покупать. Это у нас финики по 35 и 30 лир. Кстати, их в Турции называют хурма почему-то, почему-то так принято. Дальше это абрикосы, наверное, по 150 лир за килограмм. А, вот показывают. Это как это называется? Оригинал. Оригинал. Забыл, как. Чучела. Вот, чучела. Интересно, как в Турции называется? Вот с нейм. Вот, есть Турция. Ага. Говорят, сколько стоит. Не знаю, как спросить, как называется на турецком. Подскажите в комментариях. И вот это 45. 35. Интересно, что вот это такое? Похоже на какие-то пирожные. Ребята, пишите. Арбуз по 5 лир. Арбуз 5 лир. Все, понял. Тысяча кюридырем. Также семечки продают. Белые. Абрикос, курага. А шелковица? Не когда шелковица? Элилира. 50 лир за килограмм. А черная 80. Но с другой стороны, я увидел, у него 70 написано. Это вечером на рацион перевернут. А это сок, да? Сок из шелковицы. Лимонад. Или как по-турецки сказать. Ага. А сколько стоит такая? На какого? Сироп. 200 лир. 100 лир. Все, понял. Все, понял. Тысяча кюридырем. Семечки 10 лир за пакет большой. А еще больше пакет по 15 лир. А это у нас миндаль по 100 лир. Все, дает попробовать. Аня сейчас у нас, как обычно, будет пробовать. И вот еще дает. Это у нас абрикосы, да, наверное? Держи. Все, все, пробуй. Абрикосик пошел. Вкусно. Мне кажется, вечером под чаечек охигенно. Главное, натурально. Натурель. Ну и миндаль. Тоже классно. Мне дают, но у меня просто руки заняты. Ладно, я беру. Тоже пробую абрикос. Ну, я, честно говоря, сухофрукты как-то, ну так. Мне больше нравится свежачок. Тем больше на базаре его много. Но, я думаю, если вы уезжаете, приехали в Турцию отдохнуть и уезжаете, например, в холодную страну к себе обратно, зимой, предположим, то, чтобы вечером посидеть, вспомнить теплую, приветливую Турцию, самое оно. Но так, вот находясь здесь, я не вижу особо смысла их покупать. Можно всегда свежие фрукты купить. Ой, как все орут. Господи. Здесь уже кричат сильно. Я даже своих мыслей не слышу. Черри у них уже по 7 лир. Все понятно, что он так рекламирует. Перцы по 5 лир. Цена супер выгодная. Оттого и продавец так сильно кричит. Налетая, разбирая перцы, свежачок по 5 лир. Очень хорошая цена, я хочу вам сказать. И вечером она наверняка станет еще ниже. Какой-то бесконечный базар. Мы тут ходим уже, наверное, часа 2. Конечно, мы не постоянно снимаем. Мы что-то ходим, смотрим. Потом отдохнули, отдышались. Здесь продолжаем съемку. Ну, мы здесь ходим долго. И неизвестно, когда этот базар закончится. Но оттого и вам интереснее приедете. Уже будете знать примерно, куда поворачивать, куда идти. Ну, если сравнить его с нашим базаром в Курме, то здесь, конечно, очень сильно жарко. Мы вот прошли уже большую часть базара и офигели от жары. Поэтому, ребята, берите с собой воду, чтобы не получить тепловой удар. Шли мы в обратную сторону. Уже почти дошли до одежды, но обнаружили отворотку продуктовую. Ранее мы ее не замечали. Все, так, приглашают нас за стол. Но мы пока пойдем дальше. Ты же кирляр. А то мы сейчас всего наедимся, напробуемся на жаре. Потом отпиваться будем. Здесь, кстати, интересно, женщина с мужчиной прямо на земле торгуют. Это мне напоминает все в Вьетнам. Во Вьетнаме так вот, прямо на земле люди садились. Прилавков нигде не было. А здесь это редкость большая. Виноград, смотрите, по 10 лир всего лишь. Ничего себе. Хорошая цена какая за виноград. Обычно он стоит что-то в районе тридцатки. Вот что интересно. Готовят лепешки традиционные турецкие. Вы можете выбрать начинку. Здесь же при вас эту лепешку приготовят. А называются они... Как называются? Гезлиме. Гезлиме, точно, да. Сколько стоит, интересно. Мероба. Некадар. Ирмелера. Цена такая же, как везде. А вот и начинки. Вы можете выбрать сыр со шпинатом, насколько я понимаю. И рядом тоже. Сейчас покажут нам. Патетис. Ага. Это картошка. Патетис. Понятно. Здорово. Два вида лепешек по 20 лир. Сразу есть захотелось. Тут такие ароматы пахнут. Пахнут, знаете, как будто бы к бабушке в деревню приехала, и она что-то готовит в печи. Очень вкусно. Надо взять, мне кажется, одну. В общем-то не удержались. Мы так вкусно эти лепешки пахнут. Решили одну взять. 20 лир за штуку берем с картошкой. И при нас ее приготовят. Давайте посмотрим за процессом. Берем. Ну и сам процесс приготовления. Ничего сложного. Раскатывают тесто. Кладут начинку. Лепешка готова. Заворачивают ее аккуратно нам в бумагу. Чтобы руки не испачкать. Пашет. Давайте, да, в пакет положим, потому что масло вытекает. Маслом, кстати, они смазывают лепешку уже после приготовления, а не во время. А все готовят без масла. Все. Вот вкуснятина. Спасибо. Как шамлар. Решили мы дойти до конца базара. Уже там поесть лепешку. И вот здесь с левой стороны все максимально напоминает Азию. Торгуют прямо на земле. Я так полагаю, что не у всех продавцов есть деньги, чтобы купить прилавок. Или, возможно, чтобы арендовать землю. Куда прилавок поставить. Место торговое, скажем так. И они на земле располагаются. Другого объяснения, почему так происходит, у меня нет. На земле, когда лежат фрукты, овощи, как-то это... По сравнению с другими прилавками, ну, не сильно хочется брать, скажу так. И цена, по большому счету, не отличается. Те же самые цены. Дальше прилавки у нас с яйцами. А здесь, посмотрите, яйца уже... Лира 50 куруш за штуку. Чем дальше уходим, тем дешевле. Авокадо по 20 лир за штуку. Вот такие поменьше, по 15 лир за штуку. Инжир 50 лир, говорят. Это я так понимаю, что его перемалывают, инжир. Пробовать дают? Давай пробуй. Аня будет пробовать сейчас, да? Давай, мадам, пробуй. Ммм, класс, это похоже на джем, инжирный джем. Можно, да, на бутерброды намазывать с утра с маслицем. Класс, вообще очень вкусно. Даже не ожидала, если честно, что так вкусно будет. И говорят, что без сахара, это тоже огромный плюс. Тоже попробую. Что у нас традиция такая. Один попробовал, второй, и скажу свое мнение. Я не верю, что он без сахара. Без сахара. Почему-то такой сладкий, вкусный, но при этом без сахара. Для людей, кто на диете находится, или у кого диабет, это прям крутое решение. Как Аня сказала, на хлеб намазываешь на тост с утреца, с кофейком. Все, друзья, этот базар полностью раскрыт. Чем дальше уходите, тем цены ниже. Я могу это заявить уже на 100%. Вот, пожалуйста, яйца 1,50 стоит за штуку. Перцы по 3 лиры за килограмм. Баклажаны 5 лир за килограмм. Помидоры, ну помидоры цена, как и везде. 5, 6, а вот помидоры по 4 лиры есть. Уже цена тоже намного ниже, чем было в самом начале. Апельсины по 8, персики по 15 лир. Чем дальше уходишь, тем, конечно, поинтереснее становится. Ну, а в начале, я так полагаю, все на туристов заточено, цены выше. Продавцы такие все на русском разговаривают, а тут уже меньше. Но тоже русскоговорящие есть. Смотрите, какие кабачки огромные, по 2 лиры. Это же кабачки, да? Не огурцы, точно кабачки. 2 лиры за килограмм, а чуть поменьше, по 4 лиры за килограмм. Помидоры уже, смотрите, 2,5 лиры. Конечно, они такие по виду не очень аппетитные. Но если сделать из них что-то, поджарить там в салат, то разницы особо нет. Баклажаны, 4 лиры за килограмм баклажан. Круто! Это уже самый-самый конец. Мы сейчас будем разворачиваться с вами и пойдем в сторону одежды. В самом конце я вижу поделки из дерева. Вы только гляньте, какая красота. Я так понимаю, что вот там сзади находится мастерская, и тут все и производят на месте. Такие подсвечники классные, по 40 лир, небольшие. Ножи. Интересно, ножом таким можно вообще что-то разрезать? Ложки. Мераба! Ступки есть. У меня есть друг, он очень любит ступки привозить из разных путешествий. Саня, это для тебя. Ступки стоят по 40 лир и по 50 побольше. Мне очень нравятся вот такие, именно чтобы сверху была кора дерева. Мне кажется, они круто вписываются в интерьер в таком естественном природном стиле. Классные вообще. Я бы тоже ступку взяла. Давайте еще до мастерской дойдем, посмотрим. Я вижу, лампы продают, светильники. Обалдеть какие! А это что за чучело? Это что? Это собака или крот? На турель. Это собака, да? Я так понимаю, что, наверное, да. А вот это что такое? Они тут смотрят. Я так понимаю, что из этого будут делать стол. Наверное, наполнят эпоксидной смолой. А, это отец и сын. И они все делают. Интересно, мы YouTube. YouTube-видео. Наверное, это все эпоксидкой зальют и будет такой крутой стол. Другого у меня нет объяснения, что это. А, зовет нас внутрь. Ну, пойдемте, раз приглашают. Ага, так. Вот это непонятные какие-то... Что это? Для чего использовать? Наверное, тоже можно, как светильник. Ой, сколько тут у вас всего. Ничего себе. Круто. Здесь мастерская находится внутри. Тоже различные миски по 70 лир. Ступки. Это из фундука, да? Дерево фундука. О, это фундук колоть. То есть сюда кладешь орешек фундука, сверху молотком бьешь и... Оба, классно. Очень удобно. Да. Сразу здесь очистки вся. Здорово. Слушайте, я такого еще не видел. Чашки. Это чашка или что это? О, тоже классно. Посмотрите, можно как кастет использовать. Бардак? Да, кукса. Да. Это оливия как-то. Ага, и вот такая еще есть. Оливия. Классно. А, из дерева оливы, да? Да. Блин, здорово. Мне так нравится. Здесь запах повсюду. Повсюду запах дерева. И от этого приятно находиться. Такие даже есть кубки. Смотрите. Под винцо можно вино пить. На стрим надо такие купить вино пить. Мы тут пришли батарейку поменять. А нам налили кубки. С апельсиновым лимонадом. Ну, давай, попробуем. Попробуй, расскажи свои ощущения, как пить из деревянной посуды. Очень необычно. Мне кажется, вообще, от посуды очень часто зависит ощущение, какой будет вкус напитка или еды. Здесь очень классно получается. Вот так вот нас решили отблагодарить. Мы им сделали рекламу небольшую, но мы это сделали не ради того, чтобы нас накормили, напоили, а потому что нам на самом деле понравилась их продукция. Круто делают. Все так выглядит гармонично, лаконично. И цены невысокие. Самое главное, что цены на всю продукцию есть, как я уже говорил. И не будет у вас ощущения, что кто-то надурил. Раз уж нам принесли апельсиновый сок в таких кубках, то тут мы и приговорим лепешку, купленную у бабули только что на базаре. Давайте отведаем лепешку и запьем апельсин. Для начала хочу апельсиновый сок попробовать из деревянного кубка. Необычное ощущение. Это, кстати, фанта. Пить фанту из деревянного кубка – это как минимум удивительно. Попробуем лепеху. Какая она вкусная. Картошечка, лучок, шпинат. Вот как я не говорила, когда лепешку готовят женщины, будто у бабушки в деревне оказался. И когда ешь ее, то же самое ощущение, будто бы бабушка сделала лепеху только что в печи. Вкусно запах и вкус деревни, особенно деревянные кубки с лимонадом. Немножко передохнем и пойдем смотреть цены на одежду. Возвращаемся с вами на базар. И теперь по плану просмотр одежды. Цены не везде есть. Нужно на некоторые позиции спрашивать. Но вот здесь, например, на футболке цены все указаны. По 5 евро за штуку. Опять же, рассчитано, скорее всего, на иностранцев, потому что цены именно в евро указывают. Футболки, как и на любом базаре. Босс, Хьюго Босс, Томми Хиллфигер, Версачи. Посмотрите, Версачи за 5 евро. Где вы такое видели? И вот даже есть Чи Гевара. Огромные ряды. Мы, конечно, не привыкли такие видеть базары вещевые, большие. У нас в Анталии как-то по несколько прилавков всего лишь. А здесь прям целая улица. Вот сзади догоняют, говорят, good price, good price. Вот детская одежда, тоже прикольная. Марабан. Давайте спросим, сколько стоит. 100 лир. Детские футболки. Гивенчи, Гуэс. Бесплатная цена. Бесплатная цена. Можно бесплатно забрать. Здорово. Многих из вас заинтересует, по каким дням этот базар работает и где он находится. Точку на него оставлю внизу в описании под видео. А работает он по понедельникам, насколько я понял. Но эта информация не точная. Во всяком случае, так указано на Google картах. Если приедете в другой день, вполне возможно, что этого рынка не застанете. Так что имейте в виду. Есть также у них прилавки с сувениркой. Давайте посмотрим. Магниты 50 центов за одну штуку. Такие вот. I love Alania. Кстати, можно будет магнитов купить и тоже на стриме в один из подарков положить. Вот, кстати, Фески продает шапки. Вот в такой шапке я веду стримы. Последние три стрима, во всяком случае. И написано 12 штук, 5 долларов евро. Но это, наверное, не за шляпы. Это, наверное, за магниты тоже. Тут различные сахарницы, пепельницы. Но цен тут нет. Надо на все спрашивать отдельно. Во, лампы, кстати. Сколько стоит? Некадар? Лера. 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 Сколько? 350. Вот здесь такие лампы стоят 350, а у нас в Анталии 200. Цена здесь, конечно, выше. Цена выше. Да. Идем дальше. Другой, другой. Другой. Все понятно. А, это 200. Ага. Ну вот такие как раз 200 в Анталии стоят. YouTube. Ну вот видите. Так что можно прийти, я думаю, поторговаться, и цена будет ниже. Тешекерлер. Вот я почему никогда не любил вещевые рынки в Турции, в Египте, неважно где. Потому что цены здесь могут от балды часто придумывать. Если с фруктами и овощами такого чаще всего не происходит, так как рядом местные тоже закупаются, и цену для них называют, и вы слышите, что называют, какую цену, то со шмотками уже совершенно другая ситуация. Как видите, покупателей немного, и цену могут от балды выдумывать. Прикольные такие тапки у них продаются, сделанные из пеноматериала, легкие. И вроде как Adidas даже, вот видите, есть эмблемка. Dior. В общем, все модное, стильное. Аня тоже себе уже там тапки присматривает, розовые. Сколько, интересно, стоят? Мне вот такие нравятся, они очень практичные, их можно носить бесконечно долго, и при этом они гораздо комфортнее, чем вьетнамки, в которых мы проходили целых два года во Вьетнаме. Сейчас узнаем, сколько такие стоят. Мороба. Накадар. Мороба. Накадар. 150 лир. Да, можно померить. 100, да. Давай. Да, в этих, кстати, гораздо удобнее, чем в мани. У меня вот такие совсем простые, а эти более удобные. Да, класс вообще, мне нравится. Только единственное, надо все-таки походить по другим отделам и узнать, какая на них цена у других продавцов. Большой прилавок с футболками. По 4 евро цены на все. Фиксированные вот такие гивенчи. Кстати, неплохой материал, я скажу, натуральный по ощущениям, без синтетики. Много всего тут. Я, кстати, много-много лет назад как раз-таки в Алайне на базаре закупился футболками. Они у меня до сих пор живые. Прошло уже, наверное, лет 15. Большой выбор, но тут надо, конечно, ползать, смотреть размеры, обязательно все мерить, потому что, может быть, один написан размер. На самом деле будет другой. Вот прикольная футболка какая. Ну, на любителя, но так в целом интересная. Вот тоже такая. Огромный прилавок с шапками, панамами и кепками. Давайте посмотрим. Хочу себе кепку купить. Может, кто-нибудь приглянется. Мне нужна с прямым козырьком. И вот они на крайнем ряду. Вот типа такие. Мараба. Вот типа Nike такой, видите? Неплохая. И желтая тоже. New York Yankees. Некадар. Лира. 140 лир. 140. 140. Когда мы проходили, в ту сторону шли еще базара, продавали по 150. Сейчас цена уже ниже стала. Вот прикольная Nike такая голубая. Интересно, они принимают карты или нет? Если карты принимают, я бы, конечно, взял какую-нибудь. Сейчас узнаем. К сожалению, карты они не принимают, но, в принципе, это было ожидаемо. На базаре найти экваринга. Это аппарат для приема карт. Большая редкость. Придется сюда приехать еще раз за кепкой. Сегодня оставшиеся деньги мы потратим на фрукты и овощи. Надо домой закупиться, потому что у нас холодильник пустой. А жить нам в Аланье еще две недели. Закупимся сегодня. Наверное, целый холодильник забьем. А я бы еще хотела платье купить. Но это тоже все в следующий раз. Шлюпки, платья, кепки. Все на следующее оставим. А сегодня будем покупать фрукты и овощи. Нашли еще прилавок с платьями. Аня себе присматривает и узнает по ценам. Смотрите, какие красивые. Сколько стоит? Вот это, сказали, натуральный шелк. А это хлопок. Натуральный шелк 800 лир. А такое из хлопка 650 лир. Но я так и думаю, что можно торговаться, друзья. Тут как получится. Красная есть. Красная. Лила есть. Вот есть 45. Мне очень нравится вот такой вот вариант. Именно кружево плюс сочетание хлопка. Так это красиво и нежно смотрится. Очень красиво платье. Жалко, что у нас совсем нет налички. Вы карты принимаете? Что? Карты? Да, да, есть. Да, есть у вас? Есть карты тоже есть. Ничего себе, можно карты заплатить. Пока они мерят платье, посмотрим с вами кроссовки. Правда, продавца нет. Кроссовки, кстати, классные, как оригиналы. Посмотрите, найки. Вообще не отличишь. Хорошая поделка, скажем так. Конечно, продавцы будут убеждать, что все это оригинал. Но на базарах найти такое невозможно, как показывает практика. Хорошие кроссовки. Все прошиты, супер. Мераба, не кадар. 300 лир стоят такие. Это получается... Хорошая цена. Настоящие найки стоят раза в 3-4 дороже. Что еще тут? Скетчерсы. О, такие прикольные у меня когда-то были. Высокие, нравятся мне. Сколько стоит? На кадар? 3 лир. 350 лир. Ну, блин, мне кажется, в таких, наверное, ноги будут потеть. Сильно преть. Был бы оригинал, я бы взял даже не думая. Померила платьишко. На самом деле красивое. Но настолько, ребята, тонкая ткань, что мне кажется, что его достаточно будет один раз постирать, и ему придет конец. Так что брать не будем. За 550 лир это дорого. Все-таки понятное дело, что на туристах как бы навариваются и сразу говорят максимальную цену. Я думаю, что красная цена такому платью где-то 300 лир. Это прям вот максимально. Все, на базаре уже продавцы собираются. Вот, чуть не произошел звездец. Машина назад выезжает, зацепила зонты. И вся эта конструкция металлическая могла на людей упасть. Когда вот такие сборы начинаются, лучше с рынка валить, конечно. Потому что и по ноге могут проехать, и все что угодно. Сейчас машины все чаще и чаще здесь будут ездить. Поэтому обходим. Съемочный день подошел к концу. Мы еще закупили овощи и фруктов себе домой. Сейчас быстро вам покажу, что у нас имеется. Подобьем итоговую стоимость, и будем уже выпуск завершать. А купили мы картофель. Молодой. Посмотрите, такие маленькие картофелинки. Их можно варить прямо с кожурой. Картошка в мундире. Огурцы. Зелень, наверное, взяла для салата. Тут укроп и салат. Также черешня килограмм. Сочная, вкуснейшая. Лук. Один пучок. Клубники. По-моему, килограмм мы взяли. И розовые томаты. Такой от них аромат был, что мы не удержались и купили. Все наши покупки вместе вышли на 73 лиры. Я считаю, отличная цена. Немножко где-то сэкономили подешевле, чем в Анталии. А немножко переплатили. Так что, в целом, рынки у нас, можно сказать, одинаковые по стоимости. На этом наше видео подошло к концу. Я надеюсь, что вам было интересно, было познавательно. И своими роликами мы открываем вам все новые и новые горизонты. Особенно это будет полезно тем, кто собирается либо переезжать в Турцию, либо отдыхать в Алании. Приезжайте на этот рынок, погуляйте вдоволь. Но лучше приезжать утром, как я уже говорил. Рынок Алании нам понравился. Нагулялись, набродились, устали. Теперь поедем домой кушать всю эту вкуснятину. Спасибо большое, что были с нами. Очень вас любим. Целуем, обнимаем. И всегда ждем на нашем канале. Лайкни, Ир. Пока-пока. Продолжение следует...